Пригласили меня в хор, потом в тюрьме открылась при Горбачеве «Свобода вероисповедания», стал посвящать братьями, а потом с 2000 года служение слепому народу. Вот так вот Бог помиловал меня, благословил меня благословенной женой, это мой сотрудник, я не знаю, я без нее полный калека. А с ней могу что-то совершать, два сына, дочка у нас, но все они служат Богу, так Бог помиловал меня. Что могу, то и делаю. Слава Богу. 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 И яблука, и гину в марнотип, Мне Христос спасения дав крови своими святыми. Без Господа, и яблука, и гину в марнотип, Мне Христос спасения дав крови своими святыми. Слава Богу, братья и сестры. Мы, как бы, брата Саши песен много, почти 200. Я думаю, что если захотите больше слушать, есть, еще раз повторюсь, диски, есть флешечки. Рады быть среди вас, вместе с вами молиться, восхищаться нашим Богом, который делает для вас гораздо более, как мы уже слышали, чем мы просим, молимся. И самое главное дарует нам вечность по своей милости и благодати. Спасибо, что можем быть у вас, и я могу с братом Сашей вас посетить. Можете чуть больше рассказать про самослужение? Как вообще проходит, что делает? Да, на сегодняшний день вопрос был, как сегодня во время войны это происходит. У нас есть, как бы, кратенький видеоролик, я могу сбросить, как бы, посмотреть, как бы, там, направления, те, что есть. Так же самое, как бы, по сути, в прошлом году то, что запланировали, некоторые, конечно, изменения были, особенно весной, когда люди убегали, и многие сейчас даже на содержание миссий слепые люди есть, которые уехали из Мариуполя, из Мелитополя, из городов, где сейчас оккупированы города. И они живут на Западной Украине, некоторые уехали за границу. Вот там были родственники, друзья, и по Европе везде, многие на Западной, у нас там в Доме Милосердия живут. Ну, продолжается... На Франковской области там есть. Ну, продолжается служение так же само у нас в Центре реабилитации. У нас два раза в год был заезд. Где Центр реабилитации? В Закарпатской области мы там арендуем помещение у Сволявский район, село Поляна, там такой был Василь Федорович Райчинец, мы уже слышали, когда-то о нем узнали. Умер, отошел в вечность от ковида два года назад, был военный епископ был. Это отдельное братство, это свободствующие пятидесятники. Было такое, и есть такое, и тоже было. Они насчитывают тоже немало церквей в Украине, такое объединение. Мы у них арендуем, у них прекрасный дом такой, благотворительный центр Мифания. И как бы мы там практически за себестоимость арендуем у них помещение. Два раза в год люди просто, у нас очередь как бы людей, группа набирается там двенадцать-пятнадцать человек, от десяти до пятнадцати, как когда. Потому что, ну, больше неэффективно их обучить чему-то. Ну и самое главное, естественно, что это пробуйте в Англии. Люди... Действительно новообращенные? Да. Безнадежные люди, которые потеряли зрение или там... И люди, то что их обучают, такие же слепые, то это один из направлений, который на сегодняшний день работает. Потом, как бы, лагеря уже сейчас мы не проводили. В прошлом году были просто юрганизационные такие съезды были для слепых. В Черновицкой области, на Франковской области. Раньше мы провели лагеря на море. То есть вы как-то идете в общество слепых? Да, там есть общество слепых. Как бы, когда я пришел в это служение, мы с Игорем очень много ездили, с Игорем Мельничеком. Да, я, может, вначале забыл, он тоже передал вам привет. Он был когда-то в вашей церкви десять назад. Но не ваше, может быть, в вашей местности был. И мы с ним много ездили, но мы искали, как мы работаем. Знаете, как говорит Слово Божие, «Общники всем боящимся Господа». Кто хочет служить, знаете, очень сильный пример, это так, как и добрый самарянин, когда фарисея, Христос говорит, спросил, «Как ты думаешь, кто был ближним?» Он даже национальность не назвал. Он не назвал динаминацией. Он сказал, «То, кто помог им». Оказался, был ближним. Я к чему? Что мы работаем со всеми, кто готов служить, кто готов этим людям протягивать руку помощи. Мы ищем поместную церковь. У нас служат, в нашей миссии служение нельзячим людям, служат с разных церквей. Баптисты, писятники, в основном вот эти две динаминации, которые служат этим людям в Украине для слепых людей. Потому, как бы, очень важно, знаете, чтобы было желание служить, и не пытаться как-то просто отделиться и чем-то выделиться, а быть ближним тому, кто в этом нуждается. Лагеря, направления лагеря, библейские группы, и организации регулярные при помощи поместных церквей, потому, что наш принцип, наши миссии через церковь для созидания поместных церков. То есть, все. Чтобы они, понимаете, ну, скажем, стараемся искать людей, чтобы задействованы не просто только мы были там, но чтобы задействованы верующие были с той местности, чтобы они потом подружились с ними. Посещали их. Видите, оно зрячий человек, он быстро на контакт, по глазам там видит, да? А незрячему ему нужно время, чтобы подружиться. Он слышит фальш, слышит, ну, искренно, неискренно. Ну, когда уж тогда уже начинать доверяться? Ну, так вообще и привести надо. Да. Он не может прийти. Где положил, там и взял. Ну, разные судьбы есть, разные жизни есть. Ну, и просто проводили, если раньше мы так вот, весна, лето, начало осени, то сейчас и зимой стали. Особенно с фронтовых мест забирали, а приехали 1 декабря, проводили мы. И потом один с первого по десятое, потом с тринадцатого по двадцать, по двадцать, подожди, да, по двадцатой, что, говорят, ой, нам, говорят, и возвращаться не хочется. Ну, по-разному происходит в их жизни. Просто вот война многих как бы там больше, как бы не то, что аппетита, жажда появилась. Спасибо за вопрос. Может, еще какие-то есть вопросы, если вы хотите спросить что-то еще, пожалуйста. Ну, и обучаем там, вот, у меня трость моя есть при мне. Обучаем тоже, чтобы люди ходили с тросточкой. Телефоны, знаете, зрячий человек, он информации много видит. Там, незрячий, он закрыт, и поэтому он или в компьютере, или в этом на слух все берет. И ставится говорящая программа, и он эту всю информацию, книжки, вот эта вот Библия, все это, ну, нас дарим такие вот. Пальцем вводит по телефону. И когда, чтобы активировать, она называет что? И чтобы активировать, надо два раза нажать. И это все обучают, это все обучают такие же незрячие люди, которые уже мы всегда как бы понимаем, что она окажет нас в Украине с виду своего по свое. Что ты, что я могу сказать слепому человеку? А такой человек, который прошел это, мало того, что прошел, Бог его благословил, он его и с Евангелем ему скажет, и как бы научит его на видео, которое вы есть, я могу сбросить брата Анатолий, или вам церковную группу выставит. Там ссылочка есть на буклетик, есть на YouTube-канал наш. Там вы видите, там десятки, а то и сотни людей с тросточками, которые мы им дарили, дарим и до сих пор дарим все это. Я же говорю, у меня в жизни само много изменений и много вызовов новых, но тем не менее, я хотел бы еще что могу сделать, что могу как бы... Игорь мне звонит, говорит, ну ты ж не уходи от нас, ну как бы мы 17 лет вместе с ним совершали это служение. Лагеря, детские интернаты, сейчас немножко сложнее, но тем не менее, все равно работа продолжается, и Евангелие проповедуется, это самое главное. Спасибо вам. Это люди разного возраста, да? Да, очень разные, от детей до пожилых людей, да. Вы еще вопрос у вас? У вас женщины есть у вас слепые? Конечно, ну как же ж. И тоже нужны поводыри. Ну конечно нужны. А вы готовы быть поводырем за слепой женщиной? Не при всех. А, ну простите, но вот такой вопрос задали интересный. Ну мы ж тут семья. Ну пожалуйста, да. Конечно. Люди есть все разные. И незрячие женщины, и незрячие мужчины. Это ж как бы... Девушки. А ну знаете, человек вчера на коне был. Вот только поступила в университет девчонка, 17 лет. Скользко. Шла, подскользнулась затылком, ударила со слойкой сетчатки, и все. Да. Но я вам скажу так, статистика в Украине была, я как бы мы когда мы в этой серии уже, то такая была, что официально было там около 100 тысяч, 70, 8 по-разному цифру называли слепых людей в Украине. Слепых и слабовидящих, инвалидов по зрению. Только в Украине. Да. И рождаются людей в Украине в среднем, ну так примерно во всем мире. 20-25% патологически имеют наследственные проблемы со зрением. А в основном люди на протяжении жизни, к сожалению, от травм, от инсультов. Сахарный диабет. Сахарный диабет самый распространенный в Украине, как бы, потому что сахарный диабет, он если не вовремя и некачественным инсулином посаживает людей, люди быстро теряют зрение от сахарного, от некачественного инсулина. Ну, потому как бы такая статистика, одна четвертая – это врожденные, и три четвертых, вернее, это люди в протяжении жизни. Естественно, что с этих, скажем, 100 тысяч, там половина – это уже людей 50, если даже 60 плюс. Чем старше человек, тем больше, если склонен к этому. Ну, вот такая примерно статистика, цифры, если говорить. За это время, вот сколько я в служении, ну, примерно у нас, наверное, около тысячи людей уже по церквям различным, которые были в лагерях, которые покаялись. Когда человек кается в лагере, мы пытаемся сразу его определить, откуда он, с какой местности приехал, что там церковь поместная опекалась, потому что я же говорю, что человек незрячий, он нуждается в повыдаре, чтобы его привели, отвели, потому что самостоятельно очень сложно, и пройти куда-то даже с тросточкой – это целый квест. Но, тем не менее, вы знаете, когда человек рождается свыше, это самое удивительное. И, знаете, он говорит, многие слепые говорят, я уже не слепой, говорит. Слепоту Бог забрал. Остался только временно физически незрячий. Ну, я думаю, действительно, рано или поздно мы все плохо видим, плохо слышим, процесс запущен, знаете. Дело времени только. Надо чуть-чуть подождать, и все увидим в своей жизни. Если Бог будет милостью, мы доживем до этого времени, чтобы старость придет. И потому, как бы, я даже, знаете, где-то замечал, что они в вечность хотят больше, чем мы зрячие. Я себе так, для себя думаю. Действительно, знаете, у меня много отвлекающих моментов. А он только жаждет, там он будет видеть, знаете. Хорошо, друзья, спасибо. Обычно, знаете, нам так много времени не надают, и вопросов не задают. Дали там 20 минут, Саша две песни спел, там видео показали. А у вас так, как говорите, по-семейному, да? Ну, в воскресенье у вас все равно больше, и так бы не получилось, да? Я говорю, что в гости может столько быть. Да, не, я к тому, что... А, что не придут, да, что в гости будут. А как вы начали это служение? Я его не начинал, его начал Игорь Мельничук. Я немножко могу за себя сказать, как мы познакомились, ты чуть позже пришел туда. Ну, например, я учился в колледже христианском, у нас американцы организовали, это был 95-й год. Я пришел в 96-м, меня пастор говорил, говорит, иди поучись. Ну, я думаю, что я там пойду учиться, я и так все знаю. Ну, я так не говорил, а думал. Но когда пришел учиться, я понял, что я ничего не знаю. Ну, отучил, а учился как? Так, я такой был, один из всех выделялся, мне поставили переводчика, который, ну, тесты нужно было так. Знаете, я же не писал, на диктофон мне подарили, все записывал. А потом уже, когда закончил, получилась старшая та группа, та группа, которая зрячая, они должны были ехать, кто в Алладию, кто в Америку учиться. И нужно было курс провести, взрывеонгализация. А я уже занимался евангализацией уже с 2000-го года. То есть, какой-то, 1990-го года уже, да. Ну, и получилось так, что меня попросили, первая группа, преподавать глухонемым. Слепой глухонемым преподавал. Ну, и был брат, который помогал мне, через который, вы знаете... Сурдопереводом. ... ...